Большой скандал, в центре которого оказался лицей для одаренных детей, разгорается в Москве. Директоры его заместителя подозревают в сексуальных домогательствах. Как выяснилось, в Лиге школ, так называлось образовательное учреждение, практиковали весьма сомнистенные педагогические методы. Лицей уже больше года как закрыт, но факты вскрылись только сейчас, когда некоторые из бывших учениц нашли в себе силы рассказать, что на самом деле там творилось. Репортаж Натальи Люблинской. Тихий двор на юге Москвы. 20 лет здесь работала необычная камерная школа для одаренных детей. Принимали седьмого класса. Набор всего 15 человек в год. Единственное, что напоминает о скандальной школе 1199, это табличка. Вот она, Лига школ. Так создатели называли свое учреждение. После недавнего скандала ее закрыли и сейчас собираются срезать. Ведь у этого здания теперь абсолютно другое назначение. Здесь находится детский сад. В 2015-м и прозвучали первые обвинения. В адрес директора школы Сергея Бибчука и его заместителя Николая Изюмова. Некий документ, в котором выпускницы разных лет описывали сексуальные домогательства, от влажных поцелуев до интимной близости. Это цитаты из средств массовой информации предъявили руководству школы и заставили подписать. Они обещали не работать с детьми в обмен на молчание. Подписываю эту бумагу, я просто это сделаю как формально, потому что это был такой шок, такое давление. Передо мной были люди, вот они, вот они, бывшие друзья, вот они чудесные, прекрасные. Вдруг раз, значит, они меня ставят перед таким фактом. Заместитель директора, в отличие от Сергея Бибчука, с журналистами общается. Дома. Сейчас ждет звонка из Следственного комитета. В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках проверки следствием будет дана правовая оценка действий учителей и руководства образовательного учреждения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Среди инициаторов скандала бывший педагог Лидии школ Ирина Дмитриева. Она вела театральный кружок. На этих любительских кадрах школьная постановка. В кадре и ученица Татьяна, которая первой рассказала Дмитриевой о нестандартных педагогических методах. Та дистанция, которую он сокращал до минимума в отношениях с девочками, она была в рамках его отношения как бы любовного, такого искреннего и открытого. И он не понимал, он не видел границ здесь. Он не видел разницы между человеческим отношением и какими-то такими сексуальными проявлениями в их адрес. В прессе Татьяна описывает конкретный случай. Якобы в 2014-м ей девятиклассница Сергей Бибчук предложил приехать к нему на дачу, подтянуть алгебру. И почему-то делать это надо было в бане. Мне сказали об этом дети, которые там были вместе с ним, про ужас. Все представлено так, что он вывозил девочек в Боброва, заводил в баню и там занимался. На самом деле надо понимать, что там всегда было очень много народу разного. Другая выпускница Вера Валяк, уже взрослая 37-летняя женщина, в интервью по телефону нашему телеканалу рассказала следующее. На личном уровне учитель не может перейти через какую-то определенную грань. Но для них этой грани не существовало. Не для всех это был полный сексуальный контакт. Для кого-то это было, может быть, чуть-чуть прижали в коридоре, кого-то там чуть-чуть погладили, как-то не так. Есть границы, через которые переступать нельзя. Интимное пространство – это вещь, в которую я никогда не вторгался. Про теплые отношения в школе Николай Изюмов и сам рассказывает. Коллектив был маленький, все дружили. Но сокращая таким образом дистанцию учитель-ученик, чего добивались педагоги. Об этом одна из публичных лекций бывшего директора Сергея Бибчука, которая сегодня звучит особенно цинично. В тех школах, где, скажем, учителю предоставлена большая свобода в этой области, в области выбора учебников, программ, методики, в тех школах, конечно, учитель чувствует себя лучше. Сегодня услышать его позицию так и не удалось. На связь с журналистами Сергей Бибчук не выходит. Уселевшую после закрытия школы табличку сегодня утром демонтировали. Подвис к болгарке исчезло последнее, что напоминало о Лиге школ. Наталья Люблинская, Лилия Зорина, Дмитрий Белов, Сергей Шилин, Первый канал.